На календаре 5 февраля и это означает, что я пропустил новости недели по вторникам, так как было знаковое событие и вышел трейлер Westlanders для Fallout 76, однако сегодня я покажу все то, что не записал вчера. Привет, с вами Хотика и Сократ и мы начинаем новости недели в Red Dead Redemption Online. Ну и по традиции мы с вами начнем с онлайна и на этой неделе был какой-то пик и на GTA 250 тысяч человек в пиковые моменты и на Red Dead Online 70 тысяч по стиму плюс соответственно по лаунчеру как правило 1030-40. Итого больше 100 тысяч человек играло в Red Dead Online на этих выходных и это очень-очень круто. На этой неделе в Red Dead Online вас ждет комплект Охотника за головами, который включает в себя лицензию Охотника за головами, болы и следящие стрелы. Войдите в Red Dead Online в любой день с 4 по 10 февраля и вы получите ряд подарков. Если вы еще не попробовали ловить преступников, у вас есть возможность бесплатно приобрести лицензию Охотника за головами у любой доски с плакатами о розыске. Кроме того, все игроки получат 25 бол и 25 следящих стрел. А также будут скидки на лошадей, стойло и так далее. Сейчас действует скидка 25% на стойло и также скидка 40% на бретонскую, кладрубскую, креольскую и нарфольскую породы известных мастей. В дополнение к этому на 40% снижены цены на некоторые жесты. Я за тобой слежу, снимаю шляпу, взгляд вдаль и похмелье. Обладатели подписки PlayStation Plus получат 3 партии браги для самогонного предприятия и 3 партии припасов для торговцев. А игроки, связавшие свою учетную запись с Twitch Prime, бесплатно получат сумку коллекционера и улучшенный медный дистиллятор. Вот, собственно, никаких новых шмоточек, ничего новенького не добавили. Скидочки на лошадочки, скидочки на стойло и, собственно, спасибо на этом Rockstar, что не забыли. А ведь скоро, скоро день влюбленных и могли бы вести какие-то тематические шмотки. Но, ура, наконец-то это свершилось, сарказм. Мод меню в GTA Online расцвел на полную. Теперь нет никаких ограничений и теперь вы можете врубать режим бога, смены погоды в любых условиях, спаунить NPC, любые средства, убивать игроков на дистанции и все, что угодно. Теперь, помимо всего этого, вы можете не только тырить деньги у других игроков, но и давать им. То есть, теперь можно скидывать мешки на других игроков и система Rockstar, которая раньше за это штрафовала, и в GTA Online за это банила, будет теперь так же делать и в Red Dead Online. То есть, вы играли-играли, отошли покурить, пришли у вас там 10 тысяч голды кто-то скинул, и в итоге вы улетели еще и в бан. Вот, собственно, и все по поводу читеров. Здесь и так было все понятно, но, к сожалению, с каждой недели все хуже и хуже становится в Red Dead Online ввиду их полной активности. Есть люди, которые не палятся и просто бегают с автонаводкой, а есть люди, которые, собственно, страдают полнейшей фигней. И в PvP теперь действительно сложно определить, человек с автонаводкой играет или нет. Кстати, иногда врубается вот такой непонятный баг. Если вы не консольщик, но у вас есть консоль, точнее, если вы играете против человека, у которого играет на клаве мышки, вы нажали себе отдельную сессию, как я вас учил в своем предыдущем ролике, как сделать, убрать людей с автонаводкой. И, предположим, вы этого не сделали, человек вставляет геймпад в компьютер, соответственно, и играет на клаве мыши, и все равно у него будет автонаводка. Да, вот такой непонятный баг, как его делать, пока мы еще не знаем. Но имейте в виду, что на клаве мыши тоже может быть автонаводка, поэтому обязательно выключите людей с автонаводкой, чтобы не попадать с ними в сессию и в PvP-сражение. Сделать это можно, посмотрев мои предыдущие ролики на этом канале. Ну, а по поводу читеров, надеюсь, теперь Rockstar задумается. 31 января на своем твиттер-аккаунте разработчики анонсировали, что на очередном стриме к ним присоединятся два популярных рэпера. Стрим состоялся, рэперам предстояло ограбить казино Diamond, и во время стрима к ней ворвался читер, который обещал положить стрим, если на него не подпишутся. Вот, собственно, и как бы молодцы Rockstar. Уже на официальный стрим от этой компании вырываются читеры и угрожают. Прикольно, в натуре черта, классно. Один из основателей Rockstar Games, Дэн Хаузер, вместе со своим братом Сэмом Хаузером, который в 98-м году в декабре основали эту студию, после чего студия была приобретена Take-Two, ушел. Дэн Хаузер ушел. Он считается одним из ключевых авторов серии Grenza Auto, вообще всех GTA, всех частей, второй, третий, четвертый, пятый сценаристом Bulli, Red Dead Redemption первая и вторая часть. Собственно, почему он ушел, никто не знает, акции компании просели сразу же. Это очень плохая информация, так как сюжеты этих игр были каким-то кинематографическим шедевром. В целом и, в принципе, с развязкой, с неким безбашенным экстримом и так далее, и так далее. Сэм Хаузер остался в компании, а Дэн ушел. Вот такие вот новости на этой неделе. Надеюсь, что все-таки борьба с читерами будет продолжена. И в Red Dead Online, в отличие от GTA, не забросит и продолжит эту великую войну. Ошибки как были, так и есть. Выкидывает из игры непонятно с чем. Очень тяжело найти сессию, постоянные ошибки. Не знаю, как у всех, но у меня, в частности, есть такая проблема. Увидимся с вами на следующей неделе и обсудим новые новости. Новые новости, ёпт, масло, масло. Короче, с вами была Готика Сократ, Дискорд в описании, который позволяет вам вместе с нами перевозить повозки отзывчивого администрации. Присоединяйтесь к нам.